феникс ход 40 чудес здесь не получается прям прям вот четко как вот надо все привет друзья вы на канале кик точка ру с вами андрей а в руках у меня новиночка от компании in phoenix это in phoenix ход 40 in phoenix ход 40 очень интересный телефон по совокупности всех факторов и весьма такой симпатичный правда закрались у меня сразу подозрение которое в чем же его отличие от допустим in phoenix ход 30 и ведь обозрение частично даже подтвердились к сожалению даже по большей части но об этом чуточку подробнее потом посмотреть пока сколько стоит веникс ход 40 от 30 посылок под видео-магазине кик точка ру если останутся вопросы все ждем как обычно в телеграме нашем и под этим видео в комментариях вы все прекрасно знаете в общем что что делать надо и конечно про наш месячный розыгрыш одного классного смартфона множество промокодов на покупку в нашем магазине условия у нас теперь такие пишем комментарии под видео подписываться на канал открываем подписки настройках но теперь комментарий обязательно должен быть содержательным если это просто спасибо за обзор то этот комментарий мы пропустим выберем какой-нибудь следующий пишите что-нибудь хорошее приятненькое интересное на тему телефона который мы обозреваем а уже среди этих комментариев мы верим один случайным образом и вручим главный приз понятно удачи ну комплект патриотационный довольно таки богатый для инфиникса на экранчике сразу наклеена пленочка несмотря на закаленное стекло в комплекте есть чехольчик зарядка 33 ватта и usb type-c провод ну скрепочка конечно же ну и собственно основные плюшки чё у нас здесь перечисляется helio g88 процессор xbost технология игровая 33 вата зарядки 5000 мм батарейка 50 мегапикселей камера 32 селфи 90 герц full hd дисплей с magic ring и игровая антенна ну и на из nfc собственно да давайте по порядку так по поводу внешнего вида опять же но феникс ход 40 сейчас как-то обрел новый дизайн причем во всей линейке включая smart в том числе теперь это похоже похоже на iphone и ну как бы кому-то нравится кому-то не нравится но мне нравится на самом деле расцветка элементарно мне нравится то что телефон в принципе выглядит и ощущается здорово дороже того бюджета который за него просит классно переливается вот просто под углом синего на черный это матовый пластик очень приятный на ощупь да понятно что здесь вот глянцевый пластик опять примененный по бокам обязывает прям обязывает нас сразу чехольчик на цена пялить на телефон потому что он очень быстро сарапает телефон довольно таки тонкий да это лопата то есть от габаритов здесь никуда не деться 6 и 8 дисплей еще рамочки еще туда-сюда все довольно таки в плане габаритов понятно типичная лопата широкая высокая камер над корпусом тоже выступают ну то есть вот без чехла конечно все это использовать не получится в чехле будет еще немножко побольше потолще по элементам управления у нас справа качелька громкости кнопка включения блокировки совмещенная с отпечатком пальца сверху прорезь для второго динамика стерео в телефоне вы понимаете есть слева слой для двух сим-карт карты вами наконец снизу разъем для наушников разъем зарядки 33 ватта ничьми тайп си и основной динамик в роли стерео собственно основной роль и играет влагозащиты беспородной зарядки здесь конечно нет наконец дисплей это не амолед а lcd матрица разрешение full hd что отлика сенсорного слоя 240 герц и работает телефон весьма и весьма шустро экран имеет весьма приятную картинку особых вопросов к нему нет единственно что яркость как-то он пытается все время занижать целом запас по яркости даже на ярком цвету телефона хватает сюда развертки экрана 90 герц отклик и все использование экранчика тоже кайфовая вопросов с этим никаких нет но опять же цвета настройки здесь все стандартно для android и для других устройств все остальное все понятно режим защиты зрения частота обновления дисплея тайм-аут своя температура режим в кармане автоповорот дисплей в любом случае за эту цену очень даже неплохо качестве процессора здесь используется процессор также очень хорошо нам знакомы это helio g88 8 габайт уже встроена оперативной памяти и еще 8 берется из встроенной памяти на 256 гб это типичная рабочая лошадка в самой системе особо не подтормаживает есть некоторая задумчивость при открытии таких тяжелых приложений но под нагрузкой телефон несколько нагревается но и вантуту набирает 283 баллов последняя версия не очень сильное видео ядро довольно таки медленная память чудес здесь не получается поиграть на телефоне тоже можно но скажем так не выше средних настроек а где-то придется переходить даже на низкие папк танки еще что-то какие-то такие более тяжелые игрушки тоже пойдут запустится опять же игровой режим здесь немножко как-то что-то под разгоняет но есть нагрев то есть 40 градусов телефон нагревается допустим у феникса есть тот же самый ноу-30 или ход 40 про старшая версия он будет намного более комфортным для игрушек g88 который установлен ход 40 тоже подойдет здесь есть некоторые но просто элементарно связаны с мощностью и старостью процесса за автономность отвечает ход 40 брика на 5000 миллиампер заряжается через битой psy от 33-х ватной зарядки в комплекте с точки зрения автономности телефон ведет себя крепко неплохо но чудес не творит много потребляет энергии сам экран довольно таки старенький все-таки процессор и под нагревом на один день все на телефон нужно хватать у меня получалось где-то 66 половина часов дисплей яркость конечно и этот сам по себе дисплей вы высаживали треку намного быстрее заряжается от этой охватной зарядки довольно быстро час 15 и зарядился от 0 до 100 процентов за полчаса уже половина с автономностью с зарядкой у телефона очень даже неплохо за его деньги селфи здесь 32 мегапикселя к ней вообще никаких вопросов разблокировка по ней кстати тоже происходит есть всякие там режима портрета красоты основная камера здесь как бы представлена тройным модулем и он огромный он гигантский но камера здесь всего лишь две сам основного до 50 мегапикселей помогает у макро камера до 2 мегапикселя а третья камера просто затычка который пишет и и камера на так просто затычка которая ни на что не влияет в очередной раз отмечая очень мощную вспышку инфиникса которые ну конечно в основном будет использовать качество фонарика вот здесь еще раз обращаю внимание четырехсекционная такая прям хорошая вспышка ну и целом основная камера вход 40 тоже за свои деньги вполне себе неплоха не делает каких-то там прям открытий таких вау еще что-то но свои деньги камеры точно отрабатывает на все сто процентов видео слабенькое конечно ночью вечером тоже без ночного режима никуда потому что снимок и конечно получается запорченная но в ночном режиме прям качество снимков заведомо ниже чем вход 40 про это могу однозначно сказаться но в целом еще раз отвечу за свои деньги вполне себе ничего что касается звука то ну есть разум для наушников уже хорошо еще есть стерео стерео полуторный основной динамик снизу 2 играет голосовой то есть у нас здесь еще имеется дополнительный прорезь соответственно при проигрывании мультимедиа в основном через верхний прорезь именно слышим звук но как обычно здесь по 2 когда с кем-то общаясь по телефону и он говорит громко то рядом находящиеся люди могут слышать что говорит этот человек через динамик самом деле неприятно так моменте ну с этим никто не придумал что пока с этим делать или вот такая реализация стерео за счет чего лучше звучание становится именно в стерео но при этом самом себе стерео неплохое телефончик так басить довольно таки приятно так что в целом по части звука не неплохо не фантастика но неплохо особенно за эти деньги по поводу связи на все есть две сим-карты gps глонасс вайфай 24 5 герц никаких проблем со связью я не увидел пишут какую-то игровую антенну какое-то улучшение вайфая но в принципе меня вообще проблем нету с вайфаем меня есть кухня на которой вайфай работает хуже чем везде в основном я там подключаюсь в уголке этой кухни только по вайфай 24 потому что вайфай 5 не работает ну вот здесь лучше не получилось то есть вайфай 24 ловит нормально вайфай 5 почти не ловит что касается прошивки это android 13 версия оболочка иксу с 13 версии функционал мы хорошо знаем мы и феникс потихонечку исправляет эти косяки перевода какие-то пункта меняют тасует но в принципе хочу сказать что сейчас как это на вопросах прошивки так как таковые особо нету то есть не нужно привыкать какие-то функции самого проложения брать удалять но в целом все довольно шустро функционально ну и так вполне себе нормально в общем подводя итог по поводу infinix hot 40 хочу сказать что infinix hot 30 переодевайся мы тебя узнали да этот телефон практически никак не отличается от vinix hot 30 который в двадцать третьем году мы уже обозревали по сути здесь добавилось только макро камера там немного понять дизайн но все на этом все неплохой телефон в принципе как и ход 30 мы хвалили так и хвалю все так же ход 40 за свои деньги вполне себе достойный дисплейчик 90 герц пусть но плавность нормальная картинка тоже приличная камера вполне за свои деньги неплохая есть и стерео есть и быстрая зарядка то есть такой минимальный набор функций при этом довольно таки приятный ценник так что что infinix hot 40 что можете смело смотреть в предшественник infinix hot 30 пока он есть еще в продаже телефончики весьма достойные понятно что infinix hot 40 pro или infinix note 30 какой-нибудь они будут поинтереснее как по мне если уж там есть возможность то я бы добавлял до них да то есть там и производительность первую очередь выше как бы экранчик получше камера будет получше так что смысл есть но так или иначе за свои деньги и ход 40 тоже неплохо если согласны не согласны всех ждем в комментариях под видео нашим телеграм-канале еще раз гляньте сколько телефон стоит каких-то так есть еще не купили и конечно же ствас лайк подписка колокольчик чтобы мы почаще выпускали видео с вами был андрей .ru пока